Ирина Бельска, кто меня уже знает, я вас приветствую. Я инструктор по фейсбилдингу, это гимнастика для лица. Я вам хочу рассказать, что это такое. Немного расскажу, я думаю, что многие уже знают, многие практикуют, либо интересуются. Обязательно покажу новое упражнение. Хочу вам дать сегодня статические упражнения, мы с вами их разучим. И хочу поговорить по поводу шеи, нашей шеи. То есть хочу обратить внимание на эту зону. Мы обычно больше на лицо обращаем внимание, но, тем не менее, красивая шея – это красивое лицо, и красивое лицо начинается с красивой шеи. Я сейчас вам покажу свою презентацию, начну с нее. Открою. Есть, да? Я надеюсь, она видна. Да, видно, отлично. Все, спасибо. Ну, это тема моей презентации. Расскажу, что такое фейсбилдинг. Гимнастика для лица, для мышц лица, с целью омоложения, корректировки. То есть мы убираем какие-то мимические проблемы, решаем, и разглаживаем наше лицо. Дословно. Фейсбилдинг. Строительство лица. По аналогии с бодибилдингом. Ну, в принципе, на этом аналогии заканчиваются. Как это работает в двух словах. Мы воздействуем на мышцы лица, а косвенно, благодаря воздействию на мышцы лица, мы воздействуем на кожу лица через мышечный кассет. Ну, чтобы понимать, как это происходит, нужно знать особенности крепления мышц лица. Значит, что у нас тут? Мышцы лица – это мимические мышцы. То есть они не имеют физиологической нагрузки. Исключением составляют жевательные мышцы. Мы живем. На лице мышцы вплетаются одна в другую. И одной своей стороной вплетаются в кости. Я думаю, многие это знают. Кто не знает, послушайте. Значит, исключение, опять же-таки, составляет круговая мышца рта, которая не имеет жесткой фиксации. Абсолютно мобильная. Это рот. Губы – это часть круговой мышцы рта. И жевательные мышцы. Мышцы, единственные на лице, которые имеют жесткую фиксацию. С двух сторон фиксируются к верхней и нижней челюсти. Мы живем. Это понятно. Ну и следующий момент. На лице у нас нет фасциальных тканей. То есть, грубо говоря, пленки, которые находятся мышцы на теле, все мышцы на теле, они заключены в фасции. Последняя фасция вплетается у нас в нижнюю челюсть. Дальше уже фасциальных тканей нет. Соответственно, мышцы являются частью кожи. Кожа является частью мышц. И когда мы там какие-то мимические у нас улыбаемся, мы хмуримся и так далее, сокращаются мышцы, появляется наша мимика. Кожа просто повторяет движение мышц. Ну и следующий момент. Это соотношение жира и мышц на лице. Я считаю, что это достаточно важно. На лице у нас на 30% меньше жира, чем на теле. Соответственно, жировая прослойка, она гораздо меньше. Поэтому, когда мы худеем, первое худеет лицо. Это тоже все знают. Ну и, соответственно, тоже, когда мы набираем вес, тоже как бы лицо округлеет. Ну, когда худеем, это хуже. Лицо течет вниз. Сама через это прошла. Похудела, лицо потекло вниз, подтягивала его с помощью гимнастики. Дефекты мышц лица. Условно, мы их делим на две большие группы. Возрастные, то есть лицо течет вниз, и мимические, то есть какие-то спазмы, благодаря нашим мимическим привычкам. Ну, мимики я сейчас не буду выделять внимания. Вы в чате пишите вопросы, естественно, я буду на них отвечать. Я оставлю время для ваших вопросов. После уже упражнений, после всего я постараюсь максимально подробно проработать с вами упражнения, все-все нюансы уточнить. И по поводу возрастных тоже, наверное, знаете, не знаете, рассказываю. Есть у нас такое понятие, как гравитационное старение. Вот оно у нас, гравитация, да, лицо течет вниз. Вот к вопросу о шее. Если мы не сутулимся, если у нас красивая посадка головы, то тогда лицо не течет вниз. Ну, даже, вернее, течет, но в гораздо меньшей степени. А сейчас мы все с телефонами постоянно опускаем лицо вниз, поэтому лицо стекает гораздо больше. Я на своем предпочтенном вебинаре об этом говорила, подробно очень рассказывала о гравитации, о гравитационном старении. Вернее, о гравитации я не рассказывала, рассказывала о гравитационном старении детально. Почему это плохо, как с этим бороться, и почему оно на сегодняшний день мало деет. То есть все больше достаточно молодых девушек. Я вижу заломы возле ушей, потекший нижний контур и так далее. То есть это все гравитационное старение. Ну, в первую очередь, не надо сутулим, самое главное. Сегодня будем заниматься тем, что укреплять мышцы шеи, будем как раз они помогают нам подержать ромб голым. Ну, последствия ослабления мышц лица, в принципе, тоже показываем на схеме, что это такое. Когда лоб начинает, лобная мышца теряет тонус, брови опускаются, нависают верхние века. Ну, и загубные складки, если они у вас, не у вас, давайте не будем, если они ярко выражены, и это глубокие заломы, от крыльев носа к уголкам рта, не спускаются, то это однозначно гипотоничная скуловая мышца. Если залом с одной стороны, возле носа, или он короткий, или он не ярко выражен, с другой стороны гладко, то это, скорее всего, спадм. Это не гипотонус. Губы, уголки губ стекают вниз, губы становятся более тонкие, появляется старый подпородок, контур лица расплывчатый, бульдожные щечки, так называемые, то есть наши щеки, текут вниз. Это все гравитационное старение и гипотонус мышц, то есть мышца теряет тонус. Вот сегодня хочу дать вам упражнение, буду опять всех вас уговаривать, делайте упражнения, буду рассказывать новые, надеюсь, для вас это будет упражнение, чтобы вы занимались, делали хоть что-то со своим лицом. Поверьте мне, это только на пользу. Это действительно эффективно, недорого, удобно, что мне больше нравится, это очень-очень удобно. Вы выучиваете упражнения и делаете их по мере необходимости, регулярно. Вы делаете, когда это вам удобно, в принципе, вы не привязаны ни к месту, вам нужно только зеркало, а в некоторых упражнениях зеркало тут не надо будет. То есть главное делайте. Сегодня буду вас уговаривать делать упражнения. Давайте попробуем, да? Хочу попробовать, сразу переходим к упражнениям. Давайте я вам покажу, то есть что мы сейчас будем делать. Это я все буду проговаривать, вы почитайте, я сейчас обязательно буду это все проговаривать, еще подказывать. Вот наша Женя, то есть это ее методика, кто не знает, Евгения Баглык, это ее фотография, я ее использую в своей презентации. Это наше будет первое упражнение. Мы его будем делать. Сейчас я себя включу и мы попробуем вместе с вами это упражнение. Я все проговорю. Так, как мне себя включить? Ага, вот, меня видно, да? Видно? Правильно? Да, да, видно. Видно, да? Все, ага, есть, да. Давайте все вместе, смотрите, что мы сейчас будем делать. Это будет статическая задержка. Девочки, руки все помыли, я надеюсь. Здесь зеркала есть. Вместе сейчас попробуем. Это будет статическая задержка. Мы не задерживаем дыхание, мы не вытягиваем мышцы, мы напрягаем их максимально. Первое упражнение, мы его условно называем все от центра. То есть мы сейчас будем прорабатывать лоб, прорабатывать круговую мышцу глаза, напрягая верхнее веко больше, все равно напрягаются полностью глазки. И область за ушами, ушные мышцы. То есть вот так вот все туда будем затягивать. Главное, мы сейчас попробуем с вами, я потом расскажу, как пользоваться этими упражнениями. Вы пробуйте вместе со мной. Если будет непонятно, что-то пишите в чате, я еще раз к ним вернусь. Порядь максимально подробно вам рассказать. Значит, мы будем поднимать вверх брови, распахивать глаза, и напрягать область за ушами, толкать уши вверх. То есть как бы все туда на макушку затягивает. Сейчас работает вот эта зона. Пока лицо у нас расслаблено, центр лица расслабленный, шея тоже расслаблена. Ну, мы ровненько сидим, конечно, но здесь напряжение не должно быть. Вы старайтесь напрячь максимально эти зоны. Лоб, верхняя века и уши. Все. И дышим. Ни в коем случае не задерживаем дыхание. Давайте теперь вместе попробуем. Пальцы мы укладываем вот таким вот образом. Вы можете пальцы уложить вот так. Можете пальцы уложить вот так. Вот так неправильно, потому что вы будете чувствовать мышцы, но у вас здесь будут образовываться заломы. То есть вы их не зафиксируете. Поэтому пальцами мы держим залом. Вот таким образом можно уложить. Если неудобно, укладывайте так. Следующий момент. Кто знает, повторяю, кто не знает, говорю. Если здесь есть заломы, если есть на них уже намеки, либо что-то есть, какие-то морщинки, обязательно туда укладывайте пальцы. То есть вот прям каждый пальчик, каждый залом уложить. Зафиксировали. Затем мы шею не зажимаем. Обязательно. Основная ошибка вот так вот начинает делать. Пожалуйста, не включайте специфидную мышцу, не укорачивайте себе шею, не спазмируйте мышцу. Ровненько, спокойно сидим. Все расслаблено. Кладываем пальцы на лоб. Первое, что мы делаем, поднимаем брови вверх. У вас под пальцами напрягается лобная мышца. Вы держите. Затем вы распахиваете верхнее веко, распахиваете глаза и толкаете уши вверх. Здесь самое сложное, конечно же, напрячь его за ушами. Обязательно дышим. И теперь постарайтесь вот эти три зоны напрячь. То есть у вас напряженный лоб, верхнее веко и ушки толкнули вверх. И все это держим. И дышим. И вот так вот надо подержать секунд 10 минимум. Держим, держим, держим вместе со мной. Все держат. Постарайтесь хорошо почувствовать напряжение за ушами. Уши тоже как бы дотяните вверх. Вы их однажды тоже хорошо почувствуете. Даже если они у вас не шевелятся. Я знаю, что проблема у многих. Тем не менее, вы все равно пытаетесь. Еще, еще подержитесь. Старайтесь хорошо, хорошо напрячь. Верхнее веко, лоб. Он лучше всего здесь чувствуется. И уши. И подержите. Еще, еще. Держим, держим, держим вместе со мной. Дышим ровно, спокойно. Центр лица сейчас расслаблен. Есть. Отдыхаем. Здорово. Старайтесь именно напрячь эти мышцы. Это статическое напряжение. То есть это не динамика. Мы не прорабатываем мышцу в динамике. Мы ее не напрягаем и не расслабляем. Мы напрягли ее и держим. Поверьте, это тоже хорошая нагрузка. То есть это просто немножко непривычно для вас. Кто делает упражнения, он привык немножко к другим упражнениям. Теперь я покажу следующее упражнение. Это то, что мы сейчас с вами сделали. Следующее упражнение называется «Все к центру». Мы вытягиваем рот, красивый овал, губы повторяют зачеркание зубов. Мы стараемся, ну вот как Женя показывает на фотографии, мы стараемся, опять же, напрячь все, не расслаблять, то есть не вытягивать, извините, а именно напрягать. Мы дышим при этом, мы не задерживаем дыхание. И мы здесь обязательно наслабляем за ушами и лоб, и глаза. Мы напрягать будем только центр лица. Это упражнение для мышц центра лица. Я вообще даю вот статические упражнения. Сегодня они все лицо будут охватывать. Мы еще раз обязательно повторим. Значит, напряжение нам нужно пустить вокруг рта. То есть мы должны почувствовать напряжение в верхней, нижней части, щек, рот. Все это напрячь. Обязательно дышим. И стараемся хорошо по кругу пустить напряжение. Сейчас я все вместе с вами повторю, тоже покажу. Здесь мы уже ничего лицо не трогаем, мы просто делаем упражнение. Так, возвращаюсь к вам. Опять что-то я не то нажала, да? Ага, вот, есть, отлично. Смотрите, как мы его делаем. Вы просто вытягиваете рот в овал и пускаете вот здесь вот напряжение. Держим, держим. Подержите, подержите. Я буду проговаривать. Напрягайте верхнюю часть щеки, вокруг рта напряжение. Круговая мышца рта тоже напряжена. Красивенько вытянули в овал. Посмотрите на себя в зеркало. Постарайтесь все разгладить и напрячь. Не вытягивать, а именно напрячь. Дышим, при этом дышим. Лох у нас расслаблен. Глаза расслаблены. За ушами, затылок все расслаблены. Плечи опять не зажимаем. Контролируйте шею. Красивые овалы вытянули и просто его держим. Постарайтесь спустить по кругу напряжение. Вот прям вот напрячь, щеки, подержать вот центр лица. Подержите включенный, напряженный. И расслаблены. Где-то 10 секунд, а лучше 20. Вот так вот нужно будет сделать три раза. Сейчас еще раз это все повторим. И последнее. Вот это мы проработали центр лица с вами сейчас. Статическое напряжение. Оно, кстати, очень неплохо включает мышцы. И последнее упражнение. Называется оно «Все вверх». Здесь поработает нижний контур. То есть мы захватим шею, плотизмальные мышцы шеи, нижняя челюсть, подбородок и губы. Именно губы. То есть в этом должны быть у нас лоб расслаблены, глаза расслаблены, щеки будут расслаблены. Вот так вот, как Женя, мы будем затягивать. Все поднимать и держать. Сейчас я вам это все покажу. Смотрите, как мы это делаем. Ну, начните с того, что просто потянитесь подбородком вверх. Натяните здесь все, почувствуйте натяжение. И только после этого сомкнутые губы. О, вот такое вот мы не делаем. То есть губы, вот как у вас идут сомкнутые, вы просто через напряжение тянете вверх. Верхнюю и нижнюю губу. И держите. Хорошо, хорошо. Проверяйте, верхняя губа напряжена. Держите, держите сейчас, я буду проговаривать. Верхняя губа напряжена, нижняя губа, подбородок, нижняя челюсть, передняя поверхность шеи. Обязательно расслабьте лоб, потому что брови могут подскакивать. Расслабьте глаза, расслабьте скулы и щеки. И затылок, область за ушами тоже мы расслабляем. Напряжение у нас нижний контур. Еще, еще подержите. И расслабились. Отдыхать. Вот так. Мы сейчас все это еще раз вместе повторим. Я вместе с вами. Желательно делать раза три. Тогда вы хорошо почувствуете, как мышцы включатся. То есть пойдет такой тонус, немножко лицо натянется. Конечно же, это не динамические упражнения, я согласна. То есть они не так эффективны. Но тем не менее, это, во-первых, лучше, чем ничего. Во-вторых, это хорошо все равно включает мышцы лица, и это не занимает много времени. То есть за что я люблю статическую нагрузку, вот именно эти упражнения. Я запускаю все мышцы, включая шею, я полностью лицо включаю, да, и при этом я не трачу на это много времени. То есть если вот утром это сделать, это вообще замечательно. Утром каждая минута нам дорога. Ну вот где-то минут пять вы, скорее всего, потратите, максимум десять. Если вы сделаете три таких круга, минимум три круга, лучше, конечно, пять, но вы уже там смотрите сами, и обязательно где-то десять секунд задержки, а лучше двадцать. Давайте еще раз теперь все повторим, чтобы вы запомнили. Кто записывает, кто запоминает, еще раз, чтобы вы запомнили. Первое. Все от центра. Ну, мы так условно их назвали, то есть легко, вы начинаете сверху. Укладываете пальцы на лоб, я так укладываю, можете так уложить, как вам удобно. Главное, не ложите пальцы на брови, они должны быть надбровями, да, надбровями. И смотрите, плотная фиксация, когда вы поднимаете брови вверх, пальцы не должны вот вместе с бровями подниматься, то есть вот так вот, да. У вас пальцы остаются на месте, вы поднимаете только брови, то есть вы плотно держите кожу. Давайте все вместе укладываем ладошки, проверяем, что мы не зажимаем шею, расслабляем обязательно шею, лицо сейчас расслаблено, толкнули брови вверх, распахнули верхние века и толкнули уши вверх. Напрягли область за ушами и держим. Дышим ровно, спокойно, держим вместе со мной. Еще, еще держим. Проверяйте, вот даже если сложно, все равно постарайтесь напрячь. Нужно распахнуть верхние века, напряжение в верхнем веке. Брови вверх, да, напряжение под пальцами, лобная мышца сейчас работает. И уши дотянуть вверх, напрячь область за ушами. У вас потихонечку начнет получаться. Еще подержите. Дышим ровно, спокойно. Центр лица сейчас расслаблен. Еще подержите. Еще, еще немножко держим. Стараемся эту зону именно напрячь. Проверяйте верхнее веко, под пальцами напряжение и уши затягиваем. Максимально уши сложнее всего, конечно, но вы пробуйте. Еще. И расслабились. Отлично. Едем. Если хорошо все делали, то здесь должно пойти напряжение. Затем, верх мы с вами проработали, теперь все в центр. Вытягиваем красивую буковку О, разглаживаем все, проверяем и напрягаем. Не вытягивайте, именно пускайте напряжение. То есть вы вытянули мышцы, не переживайте. Часто слышу такой вопрос, а мышцы не растянутся? Нет. Вы, вытягивая рот в овал, наоборот, мышцы, вот по их направлению, если у вас есть где-то спазм, то вы как раз его этим и снимаете. А потом вы просто напрягаете все. И держим, держим, держим. Держим, я проговорю. У вас обязательно расслаблен лоб, глаза, затылок, область за ушами, все расслаблено. Центр лица включенный, да. Это вам поможет полностью. Вот это же хорошо, кстати, корректирую, это вам. Вот хорошо, хорошо вокруг напрягайте. Мы именно напрягаем и дышим. Не задерживайте дыхание. Не должно быть такого, что и держим. Нет, вы спокойно, ровно дышите. Считайте себе медленно до 10 или до 20 и держите. Расслабились. Для расслабления можно воздухом понадувать щеки, они сразу расслабятся. И последнее, третье наше упражнение. Все вверх. Дорабатываем теперь эту зону. Будем включать губы в работу, подбородок, передний поверхность шеи, нижний челюсть, платизмальное мышцы, почувствуете натяжение. Лоб, глаза, центр лица, щеки должны быть расслаблены. То есть здесь все расслаблено. Давайте вместе со мной. Потянулись подбородком вверх, натянули переднюю поверхность шеи. И сомкнутые губы, как уточка, вверх потянули. И держим. Подержите напряжение. Я проговорю. Обязательно расслабляйте лоб, глаза, за ушами, нос, щеки. Верхняя губа включенная, напряженная. Нижняя губа напряжена, подбородок, нижняя челюсть и передняя поверхность шеи. Вот это старайтесь напрячь. Вот эти зоны. Верхняя, нижняя губа, подбородок, нижняя челюсть, передняя поверхность шеи. И расслабились. Вот три упражнения. Рекомендую, делайте. Это хорошая нагрузка для мышц в любом случае. То есть, думаю, для вас это будет новое упражнение. Именно поэтому хочу вам их дать. И действительно, они как минимум включают очень хорошо мышцы лица. Кто делает упражнения, делайте их перед упражнениями, как бы запустить мышцы. Можно заканчивать этими упражнениями. Можно их отдельно делать. То есть, главное, делайте. Делайте как угодно. Ну и теперь хочу все-таки вот уже поговорить о шее подробненько. рассказать вам про шею, почему ее нужно делать, для чего мы ее будем делать, как. Да, ну поговорим вообще об этой зоне. Зона. Сейчас я включу. Вот эти вот такие. Где наша? Это наше упражнение. И теперь шея. Ну, мимические проявления тут у нас, конечно, сложно сказать. Скорее, все-таки у нас тут гипотоничные какие-то проявления. Вредные привычки. Вредная привычка у нас одна. Мы уже сутулимся. Значит, давайте поговорим о втором подбородке. Вот тут вот на картинке, да, какие бывают типы второго подбородка. Что такое вообще угол молодости? Я разные, кстати, определения встречала, да, что такое угол молодости. Одни источники говорят, что это, насколько обозначена нижняя челюсть. Если она, как бы, не видно ее, она уже такая заплывшая, да, то вот, значит, вот этот угол молодости, потеря его. Другие источники говорят, что угол молодости – это вот этот угол между нижней челюстью и шеей. То есть вот он вот здесь вот обозначен. Вот, в любом случае, и то, и то нам интересно. Что касается вот этих вот старых подборовок, то есть четыре типа. Ну, я думаю, все рассмотрели и начали выяснять, у кого какое. У нас, у славянок, чаще всего это третий тип. Сразу вам говорю. Первый тип, как вы видите, это чаще всего, обычно это девушки азиатки. Это я вижу с девочками, которыми я работаю с Казахстана, с Татарстана у меня, скорее девочки. То есть вот у них, да, у них не будет второго подбородка никогда, у них другие будут проблемы. Второй тип, да, вот вы видите, это прямой угол, это считается классика, тоже нет склонности к образованию второго подбородка. Третий тип, это тупой угол, это вот у меня такой тип, это большинству. Здесь есть предрасположенность. Ну, и четвертый тип, это уже конкретно, то есть отсутствие острого угла какого-либо, да, то есть это вот уже непосредственно предрасположенности к появлению второго подбородка. Что вообще влияет, какие факторы влияют на появление второго подбородка? Дело в том, что большое значение здесь имеет наследственность. Какая у вас нижняя челюсть, именно кость, насколько она развита, насколько, как расположена подъязычная группа мышц и подъязычная кость, это все напрямую влияет на появление вот второго подбородка, либо он появится, насколько он будет ярко выражен и так далее. Но в любом случае все это можно корректировать и не нужно сдаваться, что все, вот у меня вот такая генетика и у меня будет второй подбородок. Нет, это все корректируется и мы сегодня будем делать упражнения на эту зону. Будем прорабатывать обязательно подъязычную мышцу, платизмальную мышцу, мышцы шеи будем прорабатывать. То есть я хочу сегодня с нижним контуром и шеей поработать. Дело в том, что для того, чтобы убрать второй подбородок, шею тоже нужно обязательно прорабатывать мышцу. Тоже покажу, почему, для чего мы это будем делать. Значит, опять же таки, возвращаясь к второму подбородку. Несмотря на то, что если подъязычная мышца, она как бы глубоко, находится в глубине, как первый тип, то второго подбородка не будет. Если она достаточно низко расположена, именно группа мышц, подъязычная, и кость достаточно низко расположена, то это склонно, да, это склонность к образованию второго подбородка. Плюс там всегда присутствуют рецепторы, которые накапливают жир, поэтому когда человек поправляется, он ярко выражен в втором подбородке. Ну и когда худеет, там вот эти вот складки тоже появляются. Все это неприятно. Но все это поддается корректировке. Достаточно много времени, естественно, придется потратить. Хотя шея достаточно быстро включается, большие мышцы работают. Но язык изначально очень сильная мышца, и чтобы его хорошо проработать, нужно давать ему очень хорошую нагрузку. То есть просто там поделать что-то языком недостаточно. Он должен хорошо так поработать, чтобы аж болел, и должно даже такое ощущение быть, что он печет. Язык может дать крепатуру. Очень часто мои девочки мне говорят на следующий день, или пишут, говорят, у меня была крепатура. Вот, это неожиданные такие ощущения. Но дело в том, что это хорошо. Ощущается это так, словно вот горло болит. Но это не горло болит, просто язык вот в целом крепатуру. И это здорово на самом деле, когда так хорошо прорабатывается язык. Он будет возвращаться, подъязычная мышца возвращается в тонус, как бы мы на место, потихонечку, а мы ее возвращаем туда на место, не даем ей провисать, а наоборот ее возвращаем на место, укрепляем. Так, ну и давайте теперь еще поговорим о шее, да. Ну, то есть, как бы, я буду вас агитировать, делать шею, не хочу поговорить об этом. Вот наша шея. Здесь более сложная мышечная география, чем на лице, да. Здесь немножко все сложнее. Ну, во-первых, у нас здесь есть фасциальные ткани, то есть мышцы отделены от кожи. Здесь, ну, как бы тут видно, да, на этой схеме тут много мышц. Вот мы будем прорабатывать подъязычные мышцы, мышцы шеи, плотизмальную мышцу. Ну, особенности какие? Кожа действительно тоньше, да, чем на лице, плюс социальные ткани, то есть кожа отдельно от мышц находится, как бы она отделена фасциями. Остальных желез меньше относительно лица, поэтому шея гораздо более склонна к обезвоживанию. Увлажнять шею очень важно, я думаю, это любой косметолог вам скажет. Если какие-то мышцы у нас спазмы, зажаты, там, например, трапециевидные, то, о чем я говорила, не зажимать, не поднимайте плечи, опускайте, это тоже приводит к нарушениям функции шеи. И если вы сутулитесь, это очень плохо, тоже говорили, ни в коем случае не сутультесь. И плотизма. Ну, вот это плотизма нас интересует больше всего. Плотизмальные мышцы шеи, от них, в принципе, и зависит вот это вот состояние шеи, ее внешний вид, то есть вот эти вот так называемые кольца венеры, ожерелья венеры, да, вот эти горизонтальные заломы, которые появляются на шее. Вот это вот нужно прорабатывать, укреплять плотизмальные мышцы. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Опять же-таки в разных источниках разные названия свеча. Вот где-то говорят, что это плотизм рта, где-то говорят плотизмальные мышцы шеи. В любом случае, нам интересно что, как она выглядит. Как вы видите, это не полноценная мышца, ну, как бы это мышца, да, но это тонкий мышечный слой, который вот от ключиц поднимается по шее и вплетается у нас в круговую мышцу рта. То есть он как бы обнимает вот эту тоненькую мышцу. Сегодня я буду давать упражнение, показывать именно с акцентом на плотизмальную мышцу, чтобы вы ее укрепили и шея была гладкая. Потому что когда плотизма теряет тонус, появляются вот эти вот тяжи, так называемые, плотизмальные, еще там, как называют, индюшинная шея или как-то так, да, то есть вот некрасиво это выглядит. Мы сегодня будем учить упражнения для этой зоны. И вообще делайте, пожалуйста, шею всегда, не забывайте прорабатывать шею, несмотря на то, делайте вы лицо, не делайте лицо шеи, старайтесь тоже делать шею. Кстати, можно делать независимо от мышц лица, можно отдельно проработать. Хотя я не сторонник этого, но тем не менее, если вы сделали лицо, там через какое-то время сделайте упражнение для шеи, так тоже будет неплохо. Но лучше все-таки делать все вместе, а еще лучше начинать упражнение с шеи. Обычно, я знаю, что делают, начинается лба и опускается вниз. К тому моменту, когда вы дойдете до шеи, вы, как правило, уже устали, вам уже лень делать или там что-то вас отвлекает, или, ну, в общем, вы думаете, да ладно, что потом шею сделать. Если вы начнете с шеи, вы гарантированно проработаете все лицо и шею, потому что поднимаясь вверх, во-первых, лучше откликается мышца лица, поверьте мне, когда вы начинаете с шеи. Кстати, вот в этом видео, которое, да, вот предлагается в продаже, там где курс с Евгением Баглановым, Женя показывает упражнение, начиная с шеи, и я считаю, что это очень правильно. Она правильно сделала, что это видео, вот она начала с шеи, это очень хорошо, потому что, во-первых, я уже сказала, мышцы гораздо лучше откликаются, потому что вы согреетесь, и согрейте лицо через шею. Цвет лица будет гораздо лучше, упражнение гораздо эффективнее чувствуется. И маленький такой еще секрет, очень часто после того, как мы прорабатываем шею, включаются уши. То есть уши тоже могут задвигаться. В общем, делайте шею. И все-таки начинайте шею, тогда вы точно ее проработаете. Возвращаемся к платизму, да. Значит, вот она, на схеме видно, или на рисунке видно, как выглядит платизмальная мышца, что она из себя представляет. Ну, и если вы себя ущипнете за шею, то вы как раз платизмальную тоже захватите. То есть она достаточно тонкая. Ущипните себя. Вот это вот наша платизмальная мышца. Ну, в принципе, теории достаточно. Хочу еще оставить время для вопросов для ваших. Думаю, там вы уже пишите вопросы. Элла, я помню, что я обещала, я покажу. Давайте упражнение для шеи сделаем. Во-первых, мы сделаем с вами разминку. Женя на фотографии использую. Вот наша Женя. На видео тоже будет она. Все с вами будет делать, и вы вместе с ней. И упражнения, да? То есть вот эти упражнения я хочу вам дать. Все, вернусь. Есть. Вот наша разминка. Теперь я себя включаю, и вы вместе со мной делаете разминку. Все тоже подробно расскажу. Смотрите, значит, что мы будем делать по поводу разминки. Если у кого-то есть какие-то проблемы с шейным отделом, позвонком, вы должны о них знать. Если они у вас есть, то вы о них знаете. И, скорее всего, вам врач сказал, чего вам нельзя делать. То есть вот эти вот какие-то вращательные движения. Вот эти движения вам нельзя делать, скорее всего. То есть вы их тогда не делаете. Вы просто, если так, вам больно или вы не можете, вы просто поворачиваете голову. То есть в любом случае шею нужно согреть. Мы будем делать самую обычную разминку для лица. Ой, извините, для шеи. Самую обычную. То есть ничего особенного не будем делать. Но если есть какие-то противопоказания, то вы не делаете. В любом случае вы не знаете. Что мы будем делать? Первое. Потянулись подбородком вверх. То натяжение передней поверхности шеи. Наклонили голову. Почувствуем натяжение вдоль шейного позвонка. И опять. Потянули, наклонили. Лицо сейчас расслаблено. Проверяйте обязательно лоб. Могут брови подскакивать. Просто попеременно вытягиваем переднюю, заднюю поверхность шеи. Мягкие движения. Аккуратно. Не дергайте головой. Не надо делать резкие движения. Обязательно дышим. Тролируйте дыхание. Не задерживайте. Дышать очень важно. Спинка ровная, красивая. Трички расслаблены, опущены. Лопатки на встречу друг к другу сведены. Сразу у вас будет ровная спина. Еще немножечко. До натяжения. По переменному вытяжению делаем передние и задние поверхности шеи. Теперь потянулись подбородком вверх. Задержались. Просто натяните переднюю поверхность шеи и подержите. Обязательно дышите. Если у вас задерживается дыхание, значит вы слишком сильно запрокинули голову. Чуть-чуть меньше. Еще немного держим. Теперь из этого положения мягкий перекат. Затылком. К одному плечу, к другому. Если у вас похрустывают позвонки, хруст уйдет. Вот от этого как раз и находит. Это не страшно, степенно он уйдет. Не дергайте резко голову. Это можно делать достаточно быстро, только не надо резких движений. Плечи расслаблены, опущены. Не поднимайте их на встречу. Расслабьте. Спина ровная. Еще немножечко делаем. Есть. Отлично. Теперь включаем заднюю поверхность. Переплетите руки, уложите их на затылок и надавите. До натяжения вдоль шеи ног и звонка. Мы дышим ровно, спокойно, не задерживаем дыхание. Если вам тяжело дышать, значит вы слишком сильно запустили голову, чуть-чуть меньше. Достаточно почувствовать натяжение и подержать его. Лицо расслаблено. Убираем ладошки. Из этого положения подбородок к одному плечу, к другому. Вы можете перекатывать, если у вас получается. Либо просто поворачивать подбородок к одному плечу, к другому. Плечи по-прежнему расслаблены и опущены. Есть. Ровненько садимся. И ухом тянемся попеременно к каждому плечу. Плечи навстречу не поднимаются. То есть просто до натяжения. С одной и с другой стороны мы греем шею. Еще немножечко делаем. Лицо опять же расслаблено, дышим. Добавьте ладошку. И подержите до натяжения. Тоже подержите это натяжение. Если хотите его усилить, немножечко противоположное плечо вниз. Столкните его, почувствуйте, немножко больше натянется боковая поверхность шея. И поменяем. То же самое с другой стороны. Ладошкой надавите, натянули и держим. Для того, чтобы усилить немножко плечо вниз. Есть. Хорошо. Аккуратно. Круг в одну сторону. И аккуратно друг к другу. Кто не делает вот этих вот круговых движений, вы поворачиваете шею. Вы ее греете. То есть вам нужно немножко согреть шею. Есть. Отлично. Теперь делаем упражнение. Давайте начнем с подъязычной мышцы. Шею мы разогрели. Сейчас я посмотрю. Вот эти упражнения я хотела вам дать. На подъязычную мышцу. Работает подъязычная мышца. То есть вот здесь вот у вас будет напряжение. Напряжение должно быть такое глухое, не яркое. Да. Вот внутри. Как бы внутреннее мышца. Оно будет накапливаться. Постепенно будет аж в печь. Такое. Будет ощущение, как жжение вы будете чувствовать. Губы расслаблены. Когда вы делаете упражнение на язык, особенно если вы делаете его не перед зеркалом, пожалуйста, контролируйте губы. Обязательно расслабляйте рот. Не зажимайте, пожалуйста, губы. Работает только язык. Что мы делаем? Первое. Мы будем попеременно надавливать кончиком языка над верхними и под нижними зубами. Мы давим в кость. Не в зубы и не в основание зубов. Зубы себе не портим. Не расшатываем зубной ряд. Потому что давить вы будете достаточно сильно. А со временем все сильнее и сильнее. Поэтому давим в кость. То есть верхнюю и нижнюю челюсть. Над зубами и под зубами. Ну вот, все. То есть единственное, куда вы там конкретно, выше язык или наоборот ниже, это не имеет значения. Только в зубы не давите. Затем напрягаем кончик языка очень сильно. То есть мы не мягче, не расслабленный, мы не прикладываем попеременно. А именно давим. И напрягайте кончик языка так, чтобы от кончика языка в подъязычную мышцу сюда уходило напряжение. Шея начнет немножко потом со временем двигаться. То есть, как у меня, пока, если даже не двигаться, это не важно, но немножко включится. Когда подъязычная окрепнет, она начнет двигать шею. То есть вот такое вот движение. Затем у вас будет образовываться стена. Это нормально. Да, мы языком все время во рту двигаем. Просто глотайте и работайте дальше. Собращать на это никакое внимание. Надавливайте хорошо. Постепенно постарайтесь, чтобы пошло напряжение в подъязычную мышцу. Делайте сейчас. Я вам буду рассказывать. Вы пока делайте. Проверяйте губы, расслабляйтесь. Не напрягайте. Просто сильно-сильно надавливайте. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Дышите. Не задерживайте дыхание. Такого не должно быть, чтобы... И пошла надавливать. Нет. Такого нет. То есть мы давим хорошо, при этом дышим. Ровно, спокойно. Если дыхание с движением соединяется, это не важно. Главное, чтобы вы не задерживали дыхание. Попеременно. Сильно-сильно давим. Постарайтесь расслабить губы обязательно, как я уже говорила. Лоб. Вообще все расслабьте. Работает только подъязычная мышца. Вы попеременно надавливаете. Вот здесь вот начнет накапливаться напряжение. Я дам вам обязательно еще одно упражнение на подъязычную мышцу, потому что одно, честно говоря, мало. Но даю это упражнение сначала, да, вот надавнее, потому что его можно делать, в принципе, где угодно. Если вы себя контролируете, что вы лицо расслабили, то вы не привязаны к зеркалу. Я знаю, что многие девочки делают его за рулем. Очень многие им это рассказывают. Зимой, когда мы в шарфах замотаны, то это, в принципе, если когда шар двигается, то это не видно. Если расслабленное лицо, то даже не важно, что вы делаете. Желательно так делать 30 раз. Затем надавить, допустим, верхнюю челюсть до 10 посчитать, и потом надавить, например, нижнюю челюсть и посчитать до 10. Либо начните с нижней челюсти, статическую задержку, в общем, сделайте на 10 счетов, на верхнюю челюсть и на нижнюю, неважно, в какой последовательности. То есть 30 раз это минимум, вы можете, кстати, и больше. Но если вы будете хорошо давить, вот здесь будет появляться такое сжение, такое вот в глубине. Он начнет как бы уставать. После того, как вы... Давайте еще немножко понадавливаем, я вместе с вами. Надавили и держим. И поменяем теперь. Далее в другую, ну, нижнюю, да, челюсть. Отдыхаем. Делали. Запоминайте. Достаточно простое упражнение, очень эффективное. Вы проработаете под язычную мышцу. Затем следующее упражнение. Оно немножко сложнее. Желательно делать два подряд. Если вы знаете больше, делайте больше. Чем больше вы делаете на язык, тем лучше на самом деле. Мы будем подтягивать корень языка к верхнему ню. Ну, вот как лопату. Будем стараться. Если у вас не получается полностью язык подтянуть, и вы работаете только кончиком языка, вы это чувствуете, подтягивайте корень языка. Если вы можете подтянуть язык полностью, это здорово. То есть вот так вот стараемся вообще полностью язык подтянуть и расслабить. Вот как вот он у нас расположен, да, вот он движет нас. Мы его полностью подтягиваем. Либо делайте акцент на корень языка. Это, конечно же, понятно, Понятно, что мы его не подтянем, потому что он там зафиксирован у вас, но мы мысленно стараемся это делать. У вас шея будет вот здесь вот так все будет затягиваться, будет тоже следом подниматься. Если вот такое вот движение происходит, то это значит, что вы все правильно делаете. Я сейчас покажу, дальше я подробно объясню, как словить само движение, потому что это достаточно сложное движение. Здесь все затягивается. Вот. И смотрите, у кого не получается словить это движение, что можно сделать, как можно словить вообще само движение, попробовать его. Ну извините, что я сейчас так буду говорить, но тем не менее. Наберите полный рот слюны и глотните. Вы тогда глотайте, у вас здесь все подтягиваете, да? Вот. Потом попробуйте, уже не глотая, уже без помощи слюны, только языком повторите это движение. И вот так вот постепенно вы его словите. То есть потеряли движение, опять глотнула, почувствовала, как здесь все затягивается. А потом уже просто осознанно подтягивая корень языка, начинайте с корня языка, потом полностью весь язык подтянется. У вас будет подниматься, естественно, весь язык. Будет середина больше работать. Но вы мысленно дотягиваете корень. Тогда вот здесь вот хорошо все включается. От этого движения язык начинает печь. Реально начинается такое вот ощущение жжения. Вот. Это как раз то, что нам нужно. Следующий момент. Обязательно расслабляйте губы. Не зажимайте их. Вот так вот не надо делать. Губы должны быть расслаблены. Здесь работает только язык. Обязательно не зажимайте нижний челюсть. Вот так вот тоже не делайте, потому что вот здесь будете чувствовать напряжение. Жевательные мышцы тоже расслаблены. Работаем только языком. И еще один момент. Не задерживайте дыхание. Ни в коем случае. Не должно быть такого, что вы набрали воздух и дергайте языком. То есть такого не должно быть. Вы дышите. Если у вас дыхание соединяется с движением, то есть вы на вдохе язык подтягиваете, на выдохе расслабляете, это нормально. Главное, что вы дышите. Если вы даже вот считаете, что вы дышите, а вы не дышите, после этих упражнений вы можете зевать. Когда вы делаете упражнение на язык, на подъязычную мышцу, вы потом можете зевать. Это нормальная реакция. Ну, скорее всего, вы немножко все-таки задержали дыхание. Постепенно, когда вы научитесь контролировать дыхание, зевать вы не будете. Я уже не зеваю давно, и вы так не будете. Все зевают поначалу, это тоже нормально, серьезно. То есть вот две мышцы, которые, вернее, два упражнения, две мышцы, вернее, которые дают зевоту. Когда деланы жевательные мышцы, после этого хочется зевать. И когда делаем подъязычную мышцу, тоже хочется зевать. Это нормально. Зевайте, только зевайте правильно, не включайте носогубку. То есть зевнули, да? Я так не делаю. Но это уже тема другого вебинара. И если зеваетесь, то зевайте и делайте дальше. Но если вы будете контролировать свое дыхание, то, скорее всего, зевать вы не будете. Если вы на вдохе подтягиваете, на выдохе расслабляете язык, это нормально. Главное, что вы дышите. Постепенно вы дышать будете уже независимо от движения языка. Затем, может быть, вы обратили внимание или не обратили внимание, я когда подтягиваю, я начинаю цокать. Так вот, цокать вы тоже будете. Цоканье – это тоже нормально. Это не обязательно, что оно там у вас будет, но, в принципе, все рано или поздно цокать. Просто, когда вы хорошо подтягиваете язык, вот такой вот, вы как бы потянули его к верхнему нему, он туда как приклеивается, а потом вы его расслабляете, такой, словно вакуум, а потом отпускаете язык, появляется вот этот цоканье. То есть цокают все рано или поздно. Это нормально. Давайте теперь еще раз попробуем, да, вместе со мной. Здесь должно все постепенно начать двигаться. То есть шея будет двигаться. Вот здесь вот будет это движение. Потяните, потяните максимально язык, насколько у вас получается. И попробуйте подышать через нос, делать вдох-выдох, не расслабляя язык. Это для того, чтобы вы понимали, что на самом деле вы можете дышать. Нам кажется, что когда мы потянули язык, все, мы дышать не можем. Дыхание у нас перекрыто, поэтому надо задержать дыхание и до 10 считать задержкой дыхания. Нет. Вы можете дышать, и для этого вы делаете вдох-выдох через нос, не расслабляя язык. Постепенно у вас это получится. Если я могу, то и вы тоже можете. То есть попробуйте, просто пробуйте, пусть он там немножко дергается, расслабляется. Вы все равно вот включаете, затягиваете и делаете вдох-выдох такой хороший, осознанный вдох-выдох. Пусть это будет шумный вдох-выдох через нос. Это поможет вам дышать во время этого упражнения. Итак, вот делайте два упражнения подряд. Хорошо включайте язык, выставляйте его поработать. Минимум 30 раз с 10-секундной задержкой в конце. Можно больше. На самом деле язык выдерживает и побольше. Если так хорошо делать, стараться, то вы хорошо его почувствуете, и он даст вам небольшую крепатуру. Может и большую, но то есть должно здесь вот почувствовать. Тут один раз надо почувствовать крепатуру от языка, что это такое. Вообще мышцы лица могут дать крепатуру, там жевательные, например, скулы могут дать. Ну, достаточно большие мышцы они могут чувствовать. Все остальные, более мелкие, они просто дают ощущение тонуса на лице. Надеюсь, тоже вам знакомо это ощущение, как и мне. И теперь давайте, это подъязычное, да, это только подъязычное, мы сейчас поработали с подъязычным мышцем. Нам нужно вот эту зону проработать полностью. Поэтому я предлагаю вам сейчас выучить упражнение на шею, да, ну, как бы это будет больше для платизмальной мышцы. Вот то, что мы с вами вот посмотрели на схеме, наша платизмальная мышца, вот она, щипнуть себя. Вот наша платизмальная. Если она у вас совсем такая тоненькая, то мы ее будем укреплять этими упражнениями. Первое упражнение, очень простое. Максимально широко открываем рот, рот расслабленный, вы просто уронили вниз нижнюю челюсть за счет того, что вот расслабленный, ну, как бы открыли рот, да, жевательный метод делаем. Удерживая рот открытым, не закрывая его, это самое сложное в этом упражнении. Вы выводите подбородок в диагональ вверх. И только после того, как вы вывели подбородок в диагональ вверх, вы закрываете рот. Мягко закрываете рот, зубами не клацаете. То есть, вот так вот мы не делаем, зубки себе не портим. Просто аккуратно, мягко закрыли рот. Вы почувствуете, здесь все натянется. Делаем. И расслабились. Еще. И расслабились. Еще разочек. Делаем вместе со мной еще. Обязательно расслабляйте рот. Контролируйте лоб. Здесь могут подскакивать брови. Когда вы заводите подбородок в диагональ вверх, брови могут немного невольно, вернее, подскакивать вместе с движением. Это нормальная реакция. Поэтому вы контролируйте лоб. Здесь вообще все расслаблено. Вот, единственное напряжение у нас тут по нижней челюсти. Ну, когда вы затягиваете, вы чувствуете здесь такое напряжение. Вот это конкретно работает платизмальная мышца. Подъязычная вы тоже чувствуете, потому что вы только что проработали мышцы шеи. Вот тут акцент на платизмальную мышцу. Еще. Расслабились. Еще. Еще разочек. Еще делаем. И еще. Контролируйте обязательно, не закрывайте рот. То есть, если вы невольно, пока вы вводите подбородок в диагональ вверх, закрыли рот, то вы понимаете, что вам уже нечего закрывать, вы к этому моменту уже рот закроете. То есть, главное в голове проконтролировать открытый рот. Потом вы запомните, будете делать на автомате, уже не нужно будет этого контроля. Еще делаем. Еще. И последний рот. Есть. И расслабились. Аккуратненько расслабьтесь. В конце вы можете затянуть, затянуть нижнюю челюсть к верхней и подержать. Просто подержите натяжение. И после этого расслабьтесь. Можете в этом положении поподтягивать язык верхнему небу. Это, кстати, сложно. Еще лучше это почувствуйте. Это только хорошо, у кого язык включился, можно еще так углубить это упражнение. Следующее упражнение. Тоже очень простые упражнения. Запоминайте вот эти упражнения. Если вы сконтролируете свое лицо, вы можете делать, в принципе, как многие девочки делают вечером перед телевизором на диване. Мы будем тянуться подбородком вперед. Через напряжение передней поверхности шеи. То есть мы не выводим вперед нижнюю челюсть. Вот этого мы не делаем. Мы работаем. Вот здесь вот должно пойти вот тут вот напряжение. Да, выше не должно быть напряжения. Лоб, глаза, щеки. Здесь все расслаблено. Через напряжение передней поверхности шеи. Потянулись, расслабились. Потянулись, расслабились. Мы с подбородком тянемся вперед. Не вверх, не вниз, а именно вперед. Можно подбородок чуть-чуть выше, чем параллель с полом держать, так, чтобы в подъязычном тоже появлялось напряжение. Еще, еще, еще делаем. То есть если вы еще чувствуете напряжение в подъязычном, на самом деле это здорово. Задняя поверхность тоже работает, но вы акцент на переднюю поверхность шеи. То есть через напряжение. Не раскачивайтесь корпусом. Вот так вот мы и не делаем. Гасите это наоборот. Тут короткая амплитуда, потому что работает только мышцы шеи. Еще делаем. Питательный дышим ровно, спокойно. И стараемся каждое затягивание опустить напряжение по нижней челюсти. Такое хорошее чувство напряжения. Укрепляем мышцы. Еще делаем. И еще вместе со мной. И задержались. Потяните, подержите. Дышим. Обязательно дышим ровно, спокойно. Сохраняем напряжение передней поверхности шеи. Держим. Расслабили. Отлично. Просто мягко покрутили головой, мягко расслабьте шеи. Следующее упражнение. Следующее упражнение. Углубляемся. Тоже работая с платизмом. Мы еще закладываем боковые поверхности шеи в том числе. Мы сейчас его с вами разучим. Делайте тоже очень эффективное упражнение. Через напряжение будем это все делать. Как мы его делаем? Вы начинаете в любую сторону. Неважно в какую сторону, вы начинаете. На самом деле не имеет значения. Какое вам удобно? Вы поворачиваете голову. Старайтесь максимально повернуть голову к плечу. То есть подбородок максимально. Не чуть-чуть, а полностью. Сколько получается. То есть в какой-то момент вы все равно будете поворачивать. Поворачиваем голову к плечу. Потянулись подбородком вперед через натяжение боковой поверхности шеи. Челюсть вперед не выводим. Мы просто тянемся подбородком, натягивая боковую поверхность шеи. Сохраняя вот это натяжение, в воздухе подбородком рисуем полукруг к другому плечу. Здесь расслабляемся. И то же самое делаем в другую сторону. Потянулись вперед. Нарисовали в воздухе полукруг подбородком к другому плечу. Здесь расслабимся. Обязательно через расслабление. Вот такой напряженной шеи мы не вертим. То есть вы рисуете полукруг, акцент на том, чтобы как можно глубже завести подбородок к одному плечу, а потом к другому. Вы понаблюдаете, вы будете чувствовать, к какому-то плечу у вас получается лучше завернуть, к какому-то немножко меньше. Вы просто это отслеживайте. Следующий момент. Корпусом вот так вот не вертимся. То есть вы амплитудно не делаете. Здесь на самом деле должна быть достаточно короткая амплитуда, насколько позволяют ваши мышцы шеи. Это все вот от них зависит. То есть главное вот это вот натяжение такое вот вы натянули, а с другой стороны мышцы сократили, а потом перекатили на другую сторону. И гасите амплитуду, не работайте корпусом, только шея. Насколько у вас получается. Вы все равно каждый раз будете делать это немножечко лучше. И акцент на том, чтобы завернуть подбородок к плечу, то есть максимально. Чем лучше вы сразу почувствуете. Если вы хорошо заворачиваете, тщательно делаете, то у вас будет напряжение немножко в жевательных мышцах. Может быть до ушами небольшое напряжение. Это хорошо. И напряжение вот тут вот по нижнему контуру. Подъязычное тоже может чувствовать. Давайте вместе со мной. Обязательно работайте в одной плоскости подбородком. То есть представьте себе, что у вас вот такая вот доска от одного плеча до другого здесь лежит. И вам надо пронести подбородок над доской, не зацепив ее. То есть поднимите подбородок чуть-чуть выше, чем параллель с полом. Не забирайте его вверх, вы все равно вперед тянетесь. Немножко выше, чем параллель с полом. И вот так вот над этой доской проносим подбородок. В одну, в другую сторону. Обязательно через расслабление. То есть вот потянулись, перекатили, расслабили. И в другую сторону точно так же. Это можно делать достаточно быстро. То есть медленно это в принципе не делается. Как только вы почувствуете вот это напряжение, чем вы работаете, вы можете делать быстрее. Потому что 30 раз так делать медленно, это конечно действительно долго. Поэтому главное, чтобы вы прорабатывали мышцы и чувствовали их изнутри. Вот здесь это особенно важно. Еще-еще со мной вместе делаем. Дышим, лицо расслабленное. Контролируйте брови. Могут брови подскальзивать вместе с движением. Я вас не вижу, поэтому проговариваю все, что может быть. Все нюансы. Если напрягается затылок, постарайтесь его расслабить. Не зажимайте тем более особенно. То есть вот здесь вот можно каплить внутренняя, постарайтесь его расслабить. То есть либо, ну как бы, чуть-чуть можно меньше, ну заворачиваем и все равно глубоко. То есть не так сильно вот включать затылок. Не зажимать особенно плечи. То есть должна быть расслаблена. Затылок должен быть расслаблен. Максимально просматривать. Давайте еще со мной. Хороший в воздухе полукрутка к одному плечу и к другому. Укрепляем шею, прорабатываем платизмальные мышцы. И так вот хорошо опускаем напряжение. Если вы чувствуете напряжение по нижнему контуру, платизма работает. Не забывайте делать эти упражнения. Начинайте с них. Вот вы сейчас поделаете, почувствуете, теплее станет. Они очень хорошо греют. У них даже жарко может быть. Потом попробуйте уши поподнимать. Может быть у кого-то включатся уши. Почувствуйте лучше уши. Какое-то ухо может дернуться. Еще, еще, еще делаем вместе со мной. Хороший в воздухе полукруг рисуем. В одну и в другую сторону. Если непонятно, я надеюсь, я все нюансы проговорила. Кстати, дышим, да, обязательно дышим. Но если непонятно, пишите в чат. Я все равно еще буду сейчас отвечать на вопросы ваши. Я оставляю время для вопросов. Еще, еще, еще делаем через расслабление. Акцент на том, чтобы хорошо довернуть подбородок к одному плечу и к другому. Давайте еще пять раз. Пять. Хорошо. Силы. Четыре. Три. Два. Один. Есть. И расслабились. Вот упражнение на шею. Обязательно делаем. Уже как бы говорила, для чего мы это делаем. Начинайте с шеи. Если не привыкли это делать, вырабатывайте себе такую привычку. Начинайте с шеи. В загмеешь, говорю, я очень хорошо, что на видео Женя начинает с шеи. Это очень правильно. Я тоже составляю своих девочек всегда, не всегда вернее, а начинать с шеи. Это когда мы разучим все упражнения, мы начинаем с шеи снизу вверх. Это немножко непривычно. Можете по-другому реагировать, чувствуется по-другому. Вообще, очень хорошо менять последовательность. Вы начинаете с лба, там один день, допустим, лоб, глаза, щеки, губы, нижний контур, шея. А другой день вы наоборот, поднимаетесь в шею, нижний контур, подъязычные мышцы, губы, щеки, глаза, лоб. И тогда очень хорошо вы чувствуете, как мышцы откликаются. Для них эта нагрузка очень хорошая. И когда меняете направление, мышцы сразу по-другому включаются и чувствуются. Но шею старайтесь делать, не пропускать, не забывать. Упражнение, как я уже говорила, можно делать, в принципе, отдельно, шею и лицо отдельно. Но лучше в комплексе, лучше в комплексе обязательно. Ну, шея важна. Надеюсь, я вас убедила. Давайте теперь вопросы, да, почитаем. Тепла, вот, Светлана, ощущение тепла, как шипа шофом. Ну, действительно, так и есть. Только почему-то очень мало вопросов. Сейчас я обновлюсь. Ага, все, все, я поняла. Опускаюсь вниз. Так, вот Элла есть, да. Объясню, да, я думаю, многим будет тоже интересно. Элла меня попросила, чтобы я показала, как правильно делать упражнение, поднимать уголки губ вверх. Ну, хороший, кстати, вопрос. Я сейчас покажу. А вы мне вопросы пишите, пожалуйста. Ага, вот пошли, вопросы есть, да, сейчас для Эллы и для всех вас. Смотрите, что касается вот этого упражнения, уголки губ вверх. Насколько я помню, Элла говорила, что у нее заломы образуются. Ну, заломы могут вот здесь вот образовываться, вот здесь, кстати, тоже заломочки образовываться. Я не знаю, Элла, уточните, что у вас там было. Заломы или что. Вот, я его сейчас покажу, проговорю, вы пока напишите. Вот видите, что здесь важно в этом упражнении? Важно почувствовать эти мышцы. Когда мы поднимаем уголки губ вверх, работают две маленькие мышцы. От уголков губ они вот сюда вот где-то вот тут вот у нас нафиксируются. И такие мышцы, ну, как два канатика, два шнурочка таких вот, они сюда уходят. Если сильно подотянуть уголки губ, вы сразу включите скуловую мышцу и будет работать скуловая мышца. То есть на самом деле это упражнение, это не улыбка, это такая легкая-легкая ухмылочка. И напрягайте вы только уголки губ. Центр губ должен быть расслаблен. Тогда не будет работать мышца, поднимающая верхнюю губу вверх. Часто упражнение делают вот это, вот мышца, поднимающая верхнюю губу вверх. Нет, здесь работают только уголки губ. И должно, вернее мышцы вот эти две маленькие, должно пойти вот такое вот напряжение. Могут чувствоваться напряжения в уголках губ, может чувствоваться напряжение вот здесь, ну чаще всего где-то под глазами чувствуют напряжение. Постепенно, будь даже как вибрация, вы будете чувствовать эти мышцы, вы их включите. То есть для того, чтобы их почувствовать, вы сначала делаете это в медленном темпе, через паузу. Затянула уголки губ, расслабила, затянула, расслабила. Вот эту вот полсекундную паузу вы делаете, и вот здесь вот начнёт накапливаться напряжение. Когда вы его словите, ну может быть только с одной стороны, может быть с другой, оно не ярко выражено, оно такое глухое, оно начинает постепенно появляться. Когда вы его словите, затем каждое затягивание вы делаете через это напряжение. Я показываю без пальцев, потом мы с вами добавим фиксацию. Просто расслабленный центр губ и только уголки губ вверх. Теперь добавляем фиксацию. Я их уже чувствую хорошо, поэтому я сразу их чувствую. Я чувствую напряжение и через напряжение работаю. Вы просто пытаетесь себе представить, вы как бы мысленно за два уголочек, таких вот, два-две верёжки, вы за них туда затягиваете. Так легче. И они степенно начнут появляться. Вот напряжение вот здесь начнет появляться в них. Затем, что касается фиксации. Мы пальцы укладываем вот таким вот образом. Просто положили, чтобы заломов не было, чтобы расслабить мышцу, поднимающую верхнюю губу вверх. То есть мы вот укладываем пальцы. Пока мизинцы никуда не укладываем. И делаем всё то же самое. То есть вы затягиваете за два канатика сюда. Через паузу делаете. У кого чувствуется напряжение, вы просто начинаете через это напряжение работать этими мышцами. Кто не чувствует напряжение, делайте полсекундную задержку, оно здесь начнет появляться. Прислушайтесь, вы его почувствуете. Затем, у кого хорошо уже двигаются. Здесь обязательно центр губ должен быть расслаблен. Вообще здесь напряжение только в уголках губ. И движение только уголками губ небольшое. То есть мы не улыбаемся, потому что это скула. Сразу включается скуловую мышцу. Для неё это не нагрузка, а эти мышцы отключаются. Поэтому совсем это лёгкая ухмылочка и только уголками губ. Затем, у кого хорошо получается. У кого появляются вот здесь вот заломы. У кого, ну обычно это когда хорошо включённая мышца, вот, если появляются заломы, туда обязательно, тогда обязательно укладываем мизинцы. Что мы делаем с мизинцами? Мы их просто укладываем, не прижимайте пока, не надо, вам будет тяжело. Просто положите на уголки губ. Это уже нагрузка для этих мышц. И получается, что вы уголками губ поднимаете пальцы вверх. Будет немножко сложнее. Будет вообще минимальное движение, то, что нам и нужно, кожа не будет заломаться. А мышцы, наоборот, будут лучше напрягаться. Здесь важно расслабить всё, расслабить затылок, расслабить губы, расслабить рот обязательно. И поработать только уголками губ. Работают маленькие мышцы, поэтому достаточно сложно. Прислушивайте себе. В зеркало вы контролируете, что у вас лоб расслабленный, вы контролируете, что губы расслаблены. Здесь желательно, чтобы всё было расслаблено. Начинайте с маленького напряжения, по чуть-чуть, потихонечку. Только уголки. Вот изолируйте максимально это движение, и тогда вы и включите эти мышцы. Они их поднимают, наши уголки губ вверх. Не только. Они скула тоже, но и они в большей степени. То есть для этого мы их и прорабатываем. Здесь вот должно быть тоже всё расслаблено. Только уголки губ двигаются. Я знаю, что часто вот здесь вот напряжение. Потихонечку расслабляйте. И мелко, и мелко. Начинайте с мелкого движения. Не надо сразу амплитудно делать. Основная ошибка, что сразу начинают делать амплитудно. И вы должны прочувствовать мышцы изнутри. Движение, по сути, вторично. Однажды она хорошо задвигается, и вы увидите, как она двигается. Главное, вот вы должны её почувствовать. Давайте ещё со мной и прислушивайтесь. Должны словить напряжение здесь. Если правильно всё сделать, вот здесь вот появится напряжение. Я не укладываю пальцы, без пальцев буду. Кому нужно укладывать? Затянули и держим. Затяните. Дышим. Дышим ровно, спокойно. Не задерживаем дыхание. И хорошо вот туда вот под глаза затянули. И продолжаем держать. Потяните ещё. Подержите. Прислушайтесь. Если не появилось напряжение, сейчас уберём пальцы. Скорее всего, вы всё-таки пловите. Убираем пальцы. Надуйте верхнюю губу. Есть. И расслабьте губы. Пофоткайте. Хорошо. Расслабляйте губы. Расслабляйте рот. Прислушайтесь. Вот здесь вот должно быть напряжение. Так. Надеюсь, понятно, да? Давайте вопросы. Дана, при прокачивании лба всё равно образуются мочинки под пальцами. Другой вариант. Не скрещённые пальцы. Дана, вы, наверное, пропустили. Я показывала вот так. Наверное, вот это вы имеете в виду. Не скрещённое, да? Если образуется, то вот так. Вот. Вы себя плотно обняли и поднимаете. И тогда вот вы можете в заломы положить пальцы. То есть вот таким образом вы укладываете пальцы, поднимаете брови. Обязательно старайтесь... Ой, я вам показываю другое упражнение. Но это же тоже упражнение. Да, мы сейчас про статику, да. То есть обязательно старайтесь полностью бровную дугу толкнуть вверх. Я машинально вам показала другое упражнение. Ну, я думаю, вы тоже знаете. То есть если вот так вот вам некомфортно, то вы укладываете пальцы так. Над бровями. Так. Когда подтягиваю язык к нёбу, открывается рот. Ну, можно, да. Надь, можно, конечно. Он держит и говорит. Вот это упражнение. Открывается рот. Можно делать при открытом ртом. Это не страшно. Главное, чтобы у вас клубы были расслаблены. Есть ощущение тепла как под шифон. Да, это... Это есть такое, да. Это от шеи. От упражнения для шеи. То есть действительно греет хорошо. У Веры сильно зажат подбородок. Как его расслабить? Ну, вытягивать надо, конечно. Как зажат? То есть у вас здесь напряжение? Или вы когда надуваете, он тут поджатый? Если... Во-первых, обязательно надувать. Мы уже говорили об этом, да. Должен быть такой валик. Прям воздухом его разглаживайте, толкайте. Это помогает расслабить. Что еще? Ну, подбородок надо прорабатывать и расслаблять. Наверное, вы не сможете сделать это упражнение. Можно поработать подбородком. Так, Светлана, скуловые мышцы. Хорошо, я поняла. Сейчас вернемся к скулью. Можно поработать подбородком. Поднимать его вверх. Дети, когда плачут, у них вот такое получается движение. Губы расслаблены. Поднимаем подбородок вверх. Потом, вот вы словили само движение, потом укладываете пальцы. Просто положите, не прижимаете ничего. И получается, вот под пальцами, вы словно подбородком толкаете пальцы вверх. Потихонечку пробуйте. Вы его проработаете, он останет, потом вы его надуваете. Даете ему расслабиться. Так. Светлана, как правильно улыбаться, чтобы не надевать себе морщин под глазами? Светлана, улыбайтесь на здоровье. Просто прорабатывайте круговую мышцу глаза, особенно нижние века. И не будет у вас никаких морщин. Ну, я не знаю, как это правильно улыбаться. Честно, я вам не отвечу. То есть я улыбаюсь от всей души. И, ну, пусть ваша улыбка будет естественная и красивая. Для того, чтобы не было морщин под глазами, проработайте круговую мышцу глаз. Проработайте, особенно нижние века. И все. И этого будет достаточно. Не знаю, как правильно улыбаться. Ну, наверное, только скулами. Так, Светлана, другая Светлана. Как заставить работу скуловой мышцы? Да, самый актуальный вопрос. Как заставить работать скуловые мышцы? Ну, давайте попробуем. Что можно сделать? Попробуйте сделать сначала само движение скуловой мышцы. Это длинная мышца. Вот уголка рта к скуловой кости уходит. Мы говорим, что это малая и большая, будем говорить про скуловые мышцы, они обе будут работать. С расслабленным столом делайте вот так. И другую сторону. Вы делаете это скулой. Теперь зафиксируйте рот в букву О, вытяните губы, рот в букву О, чуть-чуть губы вперед натяните, не теряя вот это положение рта, сохраняя его. Попробуйте сделать то же самое. Рот обязательно зафиксирован. Вы пробуйте вот это движение сделать через нашу фиксацию. Скорее всего, какая-то задвигается. Что еще? Можно пойти по долгому пути, просто напрягать область скул. Именно поставить задачу, вот сюда посылать напряжение. Теперь смотрите, какой момент. Сразу вам говорю. Скулы, если даже не двигаются, если вы здесь чувствуете напряжение и появилось два розовых пятнышка порозовела, то уже скулы включили, значит они задвигаются. Ваша задача, чтобы скулы работали без нижнего века. Поэтому пусть они просто здесь даже напрягаются. Сейчас, девочки, посмотрю, что еще. На этот вопрос отвечу. Скуловые, да? То есть здесь должно быть напряжение. Даже если они двигаются. Здесь должно порозоветь. Если вы лучше чувствуете какую-то одну скулу, то работайте с акцентом на нее. Вторую вы потом просто, когда увидите, как эта скула задвигалась, а вторую тоже подключите. Они все равно обе работают. Главное, не расслабляйте рот, не теряйте уголки губ, не должны разъезжаться. То есть будет тяжело, конечно же. И не включайте нижнее веко, не тяните нижним веком. Поэтому вы через напряжение это делаете, чем через амплитуду. Так, Ирина, разрабатываются ли плечевые трапеции и сжигаются в нижнюю? То есть для нее разрешение. Елизавета, вы знаете, по поводу плечевых трапеций сжигается в них жир при упражнении на шее. Нет, сразу вам скажу. Это не та нагрузка. Это надо отдельно прорабатывать трапециевидные мышцы. Здесь трапеции нам просто для осанки. Мы сохраняем осанку, поэтому трапеции работают. То есть здесь работают мышцы шеи, пластизмальные мышцы на трапеции. Это не работает. Удлиняется ли, сохраняется ли на шее при упражнении этих упражнений? Да, вот это да, будет работать. То есть мышцы шеи мы постепенно их удлиняем, укрепляем. И как сказала одна моя девочка, шея становится лебединая. Вот это я дословно, я ее цитирую. Постоянно как камень подбородок надувайте. Вот так вот его надувайте. После тренировки стала замечать морщинки над верхней губой, на талия. Может сильно напрягая круговую мышцу, да, когда делаю овал. Я не знаю, о каком упражнении сейчас идет речь после тренировки. Что значит после тренировки? То есть если вы говорите про статику, то губы немножко как бы должны обнимать зубы, и здесь будет все разложено. Можно ли скулы качать по отдельности, фиксируя одновременно носогубку и внешний угол глаза? Если держать только носогубку, щина, щурятся глаза. Нет, Светлана, это не вариант. Не щурьте глаза, не подключайте их. Щурятся глаза, потому что вы стараетесь создать амплитуду. Не надо создавать амплитуду, создайте напряжение. И расшевелите мышцу через напряжение, именно в скулах. Тогда вы не будете подключать глаза. Одно дело, когда скуловая мышца, когда двигается, двигает кожу. А другое дело, когда вы щуритесь, и сокращается именно нижняя века. То есть вот эта фиксация не получится у вас. И губы, и носогубку фиксировать, и внешний угол глаза. Это достаточно сложно, но фактически невозможно. Фиксируйтесь, сосредоточьте на фиксацию носогубной зоны, а здесь просто напрягайте, не подключая нижняя века. И все, этого будет достаточно. То есть через напряжение. Помните, что я говорю, движение скулы, в принципе, задвигается скула. Главное, ее правильно расшевелить. Вот здесь вот должно быть напряжение и порозовение. Должны появиться два пятнышка. То есть должно быть вот здесь вот такого, два таких, как румянца небольших. Вот это значит скула уже более-менее включилась. Марина, как увеличить верхнюю губу? Показываю, что у нас со временем есть еще время. Для Марины показываю упражнение для увеличения верхней губы. Работает только верхняя губа и носогубной треугольник. Вот здесь вот все расслаблено. Достаточно сложное упражнение. Надеюсь, вы его хватите. Но оно как бы работает для верхней губы. Мы будем шевелить только верхней губой, напрягая центр верхней губы. Напрягли, расслабили. На носогубную зону мы фиксируем пальцы. Можно так зафиксировать. Можно так зафиксировать. Если у вас двигается нижняя губа, то лучше ее прижать к нижнему ряду зубов. Рот слегка приоткрыть, так легче будет. И через напряжение центра верхней губы двигать верхней губой. Напрягайте вот эту вот зону, да, вот эту вот птичку. И вот вы когда... И старайтесь, что вот здесь под пальцами напряжение не должно быть. Вы не должны двигать этими мышцами. У вас работает только верхняя губа. У меня амплитудное движение. Вы начинаете с небольшого движения. Работает только губа, да, и вот тогда вот она пойдет, такое почувствуйте, как объем, как тонус, но сразу включается. То есть она становится немножко больше по ощущениям. И движение должно быть только губой. Ну вот здесь вот еще может двигаться. Вот здесь вот не должно ничего двигаться. Ни в коем случае. То есть мы пальцы укладываем для того, чтобы расслабить эту зону и не включать работу мышц, поднимающую верхнюю губу вверх. Здесь не работает. Здесь работает наоборот губа. Поэтому контролируйте. Амплитудное движение. Не стремитесь сразу к амплитуде. И вам нужно почувствовать напряжение в самой губе. Может она чуть-чуть совсем подергиваться, но чтобы только губа двигалась. Я показываю, у меня утрированное уже движение, поэтому я просто показываю, чтобы вы видели, как можно двигать. Вот здесь вот не должно быть движения. Это самое главное. И тогда включается, хорошо работает верхняя губа. Ну, мы его кроликом называем. Наслабьте губы. И надеть. Так. Надежда. Есть упражнение, когда пальцы вставляем в рот в качестве тренажера. Это упражнение. Можно делать трех вариантов. Качать верхнюю губу, щеки, скулы. Я не знаю, о чем сейчас речь. Вы как-то подробнее можете писать. Значит, есть у нас упражнение. Ну, во-первых, упражнение, когда мы используем пальцы в рот. Мы их, как вы говорите, да, ну, вставляем, действительно. Первое – это для щек упражнение. То есть мы работаем щечные мышцы. Это да, здесь нам пальцы помогают. И мы прорабатываем верхнюю часть щек тоже. Пальцы заводим для того, чтобы верхнюю губу немножечко отодвинуть от верхнего ряда зубов. И проработать вот эту вот зону, снять спазм, вытянуть и проработать эту зону. Скулы. Как качать верхнюю губу, щеки, скулы? Ну, Надежда, очень много вопросов. И, честно говоря, мне непонятно. Ну, как качать верхнюю губу? Я только что показала. Что касается щек. Я думаю, все знают это упражнение. Мы сейчас вот его тогда повторим. Давайте еще раз. Значит, мы будем втягивать щеки вовнутрь. Вот это будем делать. Это наше движение. Теперь, как мы будем делать его правильно? Да, как мы подключаем пальцы? Руки, я надеюсь, все мыли. Ну, если не мыли, не значит, она будет цельное действие имеет. Ну, надеюсь, что мыли. Вытягиваем рот, букву О. Губы чуть-чуть вперед. Сохраняем эту букву О. То есть, вот это вот О, да, такое кольцо. Мы его держим. Рот не рассматриваем. Пальцы укладываем параллельно нижнему ряду зубов. Вот сюда вот заводим. Большими пальцами держим носок губку. И, надавливая на подушечки пальцев, втягиваем щеки. Вот под пальцами будет напряжение. Надавили, расслабили. Давите на кончики пальцев, чтобы рот потихонечку не подключался, чтобы не в том это делали, а именно щечными мышцами. Показываю. Когда надавливаете, контролируете более-менее одинаковое напряжение с двух сторон. Под пальцем вы будете чувствовать, как работает щечная мышца. То есть, и старайтесь давить именно на кончики пальца, тогда больше щечная мышца работает. Со временем вы будете сильнее давить. Рот не расслабляйте. Расслабите рот, начинайте пальцами по сторонам растягивать. И не подключайте рот. То есть, для того, чтобы рот не подключался, вы именно на кончике пальцев и давите. Так, теперь. Надуть щеки. Расслабься. Качать верхние губы, щеки, скулы. Вот это непонятно, уточните. Нина спрашивает, как правильно надувать щеки, если сильно напрягается рот и заломы на губах. А как? Просто надувайте. И все. Заломы вы, наверное, вот эти вот имеете в виду, но от них вы никуда не денетесь. Надо губы прорабатывать. Так. Елизавета, спасибо, Ирина. Компания, упражнения на шею и ревитоника. Пожалуйста, опять ревитоника. Ну, сколько можно? Ну, что, что ли? Я не люблю ревитонику за этот откровенный маркетинг. И столько отрицательных отзывов слышала, что даже... Я плохо отношусь к ревитонике, и в том числе к упражнениям на шею и ревитонике. Не рекомендую их делать. Так. Можно показать упражнение для коррекции чертания подбородка брыли. Так, Лена, но это разные вещи на самом деле. Вот наш подбородок, вот наши брыли. Брыли – это щечные мышцы. Да, вот если вы спрашиваете, вы имеете в виду, наверное, нижний контур. Потому что вот подбородок, квадратная мышца подбородка, а брыли – это щечные мышцы, которые потекли вниз. Вот это упражнение, которое я сейчас показывала, когда мы надавливаем на кончики пальцев, это как раз вот для щечной мышцы. И брыли начинают, так сказать, брыли начинают уходить. Потому что щечная мышца. От уголка рта, вот она здесь у нее мягкая фиксация, она вплетается в круговую мышцу рта. И вот так вот она уходит, она такая большая плоская. Здесь у нее жесткая фиксация. Она когда теряет тонус, вот она потекла, ей дальше уже стекать нет. И появляются вот эти вот брыли. У кого-то, с одной стороны, они больше, у кого-то меньше. Бывают одинаковые, бывают где-то. Более ярко выражены, с одной стороны. Это тоже нормально. Когда щечная мышца приходит в тонус, она вот тут вот все подтягивается. То есть вот этот вот контур подтягивается. Плюс у вас щеки выглядят более такие, как бы плотнее становятся. И прижимается щечная мышца. Ее функция, помимо того, что она тягивает уголок рта в сторону, она еще и прижимает щеку к нижней челюсти. Когда она приходит в тонус, брыли уходит, и все говорят, что у вас лицо похудело, потому что мышца села как бы на место. Стало, то есть вот здесь вот у вас все более такое плотное, подтянутое. А скулы, когда вы включаете, они наоборот, немножко в объеме увеличиваются. Вот этот треугольник вы себе и получаете. За счет того, что вы щечной проработали и скулы. Скулы у нас подтянули, разгадили носогубку, чуть-чуть в объеме увеличились, обозначилась скуловая зона. Щеки наоборот подтянулись. Вот этот треугольник, вот мы его назад и вознадим. То есть брыли вот эти вот, да, это коррекция чесания подбородка, ну это брыли, то это щечная мышца. То, что мы сейчас делаем. Так, Лариса. У меня межбровный вертикальный залом. Молодость сейчас так мурила брови. Как можно расслабить эту мышцу? Вот здесь вот у вас, да, по центру. Да, я поняла. Ну, во-первых, вам надо заставлять эти мышцы поработать в эту сторону, то есть вот этим упражнением. Когда мы укладываем пальцы на лоб, вот таким вот треугольником, и поднимаем только уголки бровей вверх. Внутренние уголки я имею в виду. То есть мы делаем жалостливое лицо. Вот здесь вот все будет двигаться. Работает мышца гордитов, и обязательно заставляйте внутренние уголки бровей тоже немножко подвигаться, чтобы вот эти вот мышцы, которые сводят уголки бровей, которые вас пагминут, они вас зажали, вот чтобы они в эту сторону подвигались. То есть вы попробуйте. Здесь обязательно расслабляем. Если зато двигаться нормально, здесь обязательно расслабляем глаза, не щуримся, не подключайте глаза. Вы просто делайте вот это вот жалостливое лицо через упражнение. И вот здесь вот должно все двигаться. Изнутри здесь будет напряжение. Затем, после того, как вы так делали 30 раз, вы задержались, 10 раз посчитали, и делайте вытяжение этой зоны. Подушечки пальцев укладываете под уголками бровей, остальные вот так вот рядышком, параллельно друг к другу. Плотно прижимаете мышцу кости. Вдох, опускаем взгляд вниз. Выдаст взгляд вверх и растянули по сторонам. До натяжения. Почувствовали натяжение, вы просто его держите. А потом убираете пальцы. Кожу по сторонам не растягивайте. То есть вот вы почувствовали натяжение. Вдох, взгляд вниз, здесь невольно мышца напрягается, потому что мы опускаем взгляд вниз, и мышцы как бы вместе с глазами, вот эта зона очень вместе с глазами, они вместе работают. То есть если у вас здесь залом, то вы, если вы щуритесь, например, у вас здесь может быть залом, и это взаимосвязано. Поэтому когда опускаем взгляд вниз, у нас мышца невольно вот так вот тоже напрягается. А когда перевод взгляд вверх, мышца расслабляется, и вы на расслаблении ее раз, растянули. Самое главное, вот так вот кожу по сторонам не растягивайте. То есть потянула, почувствовала здесь вытяжение и все, и держим. Посчитали до 10, например, убрали. Все. Вот это делайте, если у вас сильный залог, вот это делайте хоть каждый час. То есть упражнения по мере возможности желательно каждый день, а вытяжение делайте хоть каждый день, каждый час, извините, и обязательно на ночь. Потому что, скорее всего, ночью вы тоже там о чем-то там подумали. Если у вас с утра просыпаетесь, он еще глубже вам кажется, чем был накануне, то, скорее всего, ночью вы продолжаете хмуриться. Поэтому на ночь обязательно вот это вытяжение. Так. Что у нас тут? Звета, я не уделяю время ответам по ревитонику. Я исправлюсь. Так. Ленивые, все мои ленивые мышцы заболели. Это хорошо. Надеюсь, это от статики. Вот Лена пишет, что у нее все ленивые мышцы заболели. Я очень надеюсь, что это от тех статических упражнений, которые я сегодня вам показала. И они действительно здоровски работают, правда. Я их очень люблю, потому что они занимают мало времени, но достаточно хорошо включают мышцы. Поэтому делайте их, они действительно классные. И вы все мышцы практически охватили. Так. Спасибо, Марина. Поперечные мышцы на переносице. Нет. Поперечные заломы или мышцы у нас там на переносице. Вот тут вот, если у вас вот здесь вот залом, да, что вы имеете в виду? Горизонтальный залом? Ну, уточните, пожалуйста. Ну, в любом случае, вот это упражнение точно надо делать. В любом случае, гордецов нужно тоже поднимать. Давайте, девочки, еще вопрос. У нас есть еще 20 минут. Или повторим статические упражнения. Напишите, что мы будем делать. То есть, либо мы тогда повторяем статические упражнения, упражнения на шею, либо какие-то еще упражнения вам показать. Что еще? Шею делайте, пожалуйста, я вас очень прошу. Не забывайте делать шею. Она очень-очень важна. Действительно. Вы ее не спрячете, как и лицо. Поэтому делаем шею. Так, вопросов я смотрю больше нет. Или я не успела? Ага, про нижнее веко покажите. Да, да, Светлана, правильно, да. Давайте, нижнее веко. Чтобы вы улыбались, а у вас там заломов не было. Все правильно. А, Света, Елизавета, я поняла, да? Ну, да, тогда извините, значит, я вас неправильно поняла. Хорошо, давайте нижнее веко и повторим статические упражнения, девочки. Договорились? Я уже для Светланы повторю. Значит, что нужно сделать нижним веком? Мы будем щуриться, но только нижним веком. Вот это мы будем делать, по сути. Теперь, что касается фиксации. Подушки пальцев вы укладываете в уголки глаз. Вот здесь вот не надо прижимать кости, это бесполезно. Вы укладываете, именно вот глаз закончится, ну, это внешние уголки глаз, вы так фиксируете. Укладываете в уголки глаз, особенно вот здесь вот. Положили, зафиксировали, расслабили лоб обязательно, перевели взгляд диагональ вверх. Очень удобно посмотреть на стык стены и потолка. Туда посмотрели, зафиксируйте за какую-то точку, чтобы у вас глаза не бегали. Это будет ваша точка опоры. И начинаем щуриться, подтягивать нижнее веко к верхнему. Под пальцами у вас будет напряжение. Обязательно делайте в среднем темпе, не надо делать быстро, потому что эта зона быстро сохнет. Вот уплотняйте мышцу за счет ее осознанной проработки. Затянули, расслабили. Обязательно расслабляйте рот и расслабляйте затылок, лоб расслабленный. Когда мы переводим взгляд диагональ вверх, у нас отключается верхнее веко и увеличивается амплитуда работы нижнего века. Поскольку вы работаете самостоятельно, вы опускаете глаза в зеркало, проверяете, что у вас лоб расслабленный, затем переводите взгляд вверх и опять делаете. И опускаете. Через напряжение под пальцами вы будете чувствовать, как напрягается мышца, появляется такое пульсание, пульсация, дрожание, мелкое вот такое подрагивание. То есть здесь маленькая мышца работает. Совсем такая тоненькая, маленькая. Такие же ощущения будут. То есть вы себя периодически опускаете в взгляд, контролируете себя в зеркало, проверяете свой лоб, потом опять переводите взгляд вверх и продолжаете подтягивать. Так вы делаете 30 раз. Потом вы затягиваете и держите. Делайте вместе со мной сейчас, если есть возможность. Делайте все. Это очень полезное упражнение, на самом деле. Это чтобы вот эта зона была гладкая. Когда делаете, понаблюдайте. Может быть с левой стороны или справа, чуть-чуть больше. В общем, вы контролируете внешние уголки глаз. Внутренние даже если не чувствуются, это не страшно, они дотянутся. Вы ориентируетесь на внешние уголки глаз. И постарайтесь, чтобы напряжение было одинаковое. И слева, и справа. Потому что если не контролировать, то можно поделать это одним глазом. Поработает только один глаз. Я на своих занятиях всегда отслеживаю глаза. То есть нижнее веко я вижу напряжение, я могу подсказать. Но и заставляю тоже изнутри контролировать, чтобы вы сами дотягивали. Это не скажется на размере глаз, это просто мышечный тон, чтобы он у вас был равномерный. То есть напряжение под пальцами должно быть одинаковое. Если вы чувствуете, что явно, допустим, левый глаз меньше, да, работает, мысленно дотягивайте левое, выравнивайте напряжение. Это удобно делать через паузу. Затянула, расслабиваю. Затянула, расслабиваю. Давайте сделать в среднем темпе, вы тогда хорошо почувствуете мышцу. Быстро ею не дергайте. Есть. Это что касается нижнего века. Реально ли убрать малярные мешки? Реально, это именно вот эти упражнения. Вы это делаете. Так, теперь давайте повторим статические упражнения. Девочки пишут. Да, хорошо, девочки, согласна. Лена, ромашка, вот заломы, поперечные, а, поперечные заломы, да. Это вот тут, да, наверное, у вас этот залом. Но это однозначно надо вот это вот делать, упражнение, 100%. При выпучивании глаз поднимается только верхнее веко. Вера, это правильно, потому что верхнее веко у нас подвижно. Когда вы выпучиваете глаза, нижнее у вас не будет двигаться. Здесь только должно быть напряжение. Вы выталкиваете глаза, выпучиваете глаза настолько, чтобы вот здесь почувствовать напряжение. Естественно, поднимается верхнее веко. Нижнее у нас неподвижно, поэтому работает только верхнее веко. Вы его должны почувствовать, нижнее веко я имею в виду. То есть вообще в идеале должно пустить, вот тут такое должно пойти по кругу напряжение полностью, да, вот здесь вот так вот. И немножко здесь такое ощущение, словно мышца раскрывается, такое расширение. То есть вы как бы заставляете мышцу поработать в другую сторону. Вот вы ее как распашиваете, распахнули глаза, расслабили, распахнули, расслабили. И вот в идеале постепенно нижнее веко тоже вот тут вот будет напряжение. То есть то, что поднимается только верхнее, это нормально. Есть. Теперь давайте повторим новые статические упражнения. С удовольствием с вами их повторю. Первое. Начинаем. Будем затягивать все туда на макушку. Работаем. У нас работает лобная мышца, круговая мышца глаза и область за ушами. Ушные мышцы тоже толкаем вверх. Пальцы укладываем на лоб. Фиксируем кожу. Кто так укладывает, кто так. Главное вы укладываете пальцы над бровями. Толкаем брови вверх. Распахиваем верхнее веко и затягиваем уши вверх. Плечи не зажимаем. Наоборот, расслабились. Шея расслаблена. Не зажимайте шею. У вас напряжение уши под пальцами, лоб и верхнее веко. Мы все это просто держим. Постарайтесь хорошо впустить напряжение. Прям проверяйте. Лоб, верхнее веко, область за ушами. Сложнее всего, естественно, уши. Но мы стараемся. Мы туда все на макушку затянули, держим. Центр лица пока расслаблен. Еще держим. Дышим ровно, спокойно. Напрягаем. Именно напрягите эту зону. Вот насколько получается. Контраст все время лучше будете напрягать. Вот увидите. Есть. Расслабились. Отлично. Теперь центр лица. Все в центр. Вытянули рот букву. Красивый овал. И пустили напряжение. Не натянули. Ну, как бы вы натягиваете, естественно, понятно, да. Мышцы, естественно, в своем... Они как раз вытянуты при своем естественном направлении, да. Вы затягиваете в своем естественном направлении. Просто пускаем здесь напряжение. Проверяйте мысленно. Вы проходитесь прямо вокруг рта, щеки, скулы, рот, лоб, глаза расслаблены. Расслабились. Есть. То есть вы хорошо именно напрягаетесь. Здесь хорошо чувствуются небольшие мышцы. Вы хорошо должны чувствовать, на самом деле. Если здесь есть пазм, он тоже начинает уходить от этого. То есть вы натягиваете, снимаете пазм. И последнее. Подбородком потянули сверху. Натянули переднюю поверхность шеи. Напрягли хорошо, да, вот через напряжение. И только после того, как хорошо здесь все потянули, сомкнутые губы, не складывая букву О, напрягли и потянули вверх. И держим. Затылок расслаблены, глаза расслаблены, щеки расслаблены, лоб расслаблены, напряжена верхняя губа, хорошее напряжение. Нижняя губа, подбородок, нижняя челюсть, передняя поверхность шеи. И расслабились. Снизу можно начать, можно сверху начать. То есть вы вот так вот, да, вот прогоняете. Делайте эти упражнения. Три раза вы почувствуете, они работают. Один раз, конечно, сложно вообще как бы словить. О, у Веры зашевелились уши. Вот. Отлично. То, о чем я вам говорила. Это прекрасно. Умничка. Теперь, Вера, вот следующий совет вам такой, лайфхак, подсказку вам даю. Делайте каждый день, потому что один раз зашевелились, надо их расшевелить. Потому что, ну, они быстро так забывают, скажем так. Вот теперь прям вот, если какое-то одно только расшевелилось, то, или какое-то лучше чувствуете, расшевелите его именно сильнее, вы потом дотянете отстающее. И вот то, что они зашевелились, прям запоминайте, как вы, чем вы, что вы напрягали, да. И постепенно вы именно и хорошо медно двигаете, только делаете теперь это каждый день, просто не зашевелились. Это очень здорово, это классно. То есть все, с этого момента у вас начнет подтягиваться контур лица, вот увидите. Так, у Олеси при проработке уголков губ не произошло, где уголки мышцы, да, 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 вроде почувствовала. Ага, я поняла. Лей, смотрите, если вы почувствовали вроде напряжение, то это хорошо. На самом деле, пусть там не сильно еще там двигается мышца, главное, чтобы вы словили само напряжение. Вот вы через него именно и начинаете прорабатывать, не получилось двигать верхние губы в следующем упражнении. Наверное, вы имеете дух ролика. То есть что касается уголков губ, девочки, если вы здесь словили напряжение, уже вы включили мышцу. Даже если, на самом деле, тут сильно большого такого движения, там такого сильного, амплитудного, и не будет, да, то есть как бы не будет. Нам и не нужно оно, чтобы здесь вот заломов не пошло, нам здесь не нужны заломы, здесь акцент вот на этом напряжении. Если вы его почувствуете, значит, вы мышцу включили, а они все равно чуть-чуть потом будут больше стикаться. То есть через, вот здесь вот мышцу прорабатываем именно через ощущение больше. Теперь, не получилось двигать верхние губы в следующем упражнении. Вы про кролика. Да, я понимаю, там действительно сложное упражнение. Опять же таки, ориентируйтесь на ощущение. Здесь должно быть напряжение, и губа должна немножко как надуться, чуть-чуть стать больше вот по ощущениям, и визуально тоже. Это ненадолго, это быстро уходит, но ощущения должны быть такие. И пусть она только подергивалась, то есть пусть вы в зеркало не видели движения, пусть она там чуть-чуть подергалась. Это тоже нормально. Главное, чтобы именно пословили ощущение. А губа расшевелится. Это нормально совершенно. Так, еще есть вопрос, девочки? Давайте еще что-нибудь спросите у меня. Или шею вам напомню. Давайте я пока, пока вы думаете про вопросы, я напомню вам, что мы еще делали сегодня, какие упражнения я сегодня вот с вами разучивала. Надавливаем вам попеременно над верхними зубами и под нижними, под язычные. Елизавета спрашивает, статику вначале занятия делать? Вы, наверное, Лиза не слышали. В любое время делайте. Я бывает начинаю эти занятия, грею мышцы. Я бывает чередую динамику со статикой. Если я вижу, что мы уже устали, если я работаю, да, вижу, что у меня девочка устала, я начинаю чередовать. Я могу делать это в конце. Я могу делать это независимо от упражнений, просто в качестве такого, включить мышцы. Да, я лично делаю это утром, потому что 5 минут я на это найду, я запускаю свои мышцы, сразу чувствую тонус и иду дальше заниматься своими делами. Вот, Света, спасибо за подсказку про скулы. Получилось перемен. Да, да, Света, действительно, вот из всех моих испробованных вариантов, да, сколько я работаю, скулы, конечно же, самое такое сложное. Вот, и вот это вот движение такое, более-менее помогает все-таки включить скулы, все варианты перепробовала, какие можно, как включить скулы. Вот это все-таки действительно больше работает. Ну, и получилось переменным успехом, была эта амплитуда. Да, амплитуду не надо, гасите, наоборот, амплитуду. Покажите вытяжение скул, Света просит. Хорошо, давайте покажу вытяжение скул. А зачем вам вытяжение, Свет, вы уверены, да? Ну, если нужно, самое сложное – уши. Ну, вон, у Светланы уши задвигались, значит, и у всех задвигаются. Давайте покажу вытяжение, но если это вам действительно необходимо. Надежда, как подтянуть нос? Есть у нас упражнение, давайте покажу вытяжение на скулы, раз это нужно, и покажу упражнение на нос. Вытяжение скул, большие пальцы. Так, Свет, у вас образуются морщины по глазами, потому что… А при чем здесь скулы? Не-не, Свет, наверное, вытяжение нам рано, потому что у вас морщины под глазами. А при чем здесь скулы? Извините, не-не, давайте разберемся. Давайте с носом, да? Как подтянуть нос? Что значит подтянуть нос? Значит, смотрите, нос, пирамидальная мышца носа. Вот она вот так вот у нас проходит, она такая тоненькая. Здесь хрящих, здесь нет у нас ничего, кроме хряща, ну и кожи, да, соответственно. Вот наша мышца. Когда мышца теряет тонус, то нос начинает стекать вниз, становится расплывчатый, как бы ползет вниз, кончик носа такой растекается. Эта мышца потеряла тонус. Для того, чтобы этого не было, мы делаем упражнение для носа. Тут только одно упражнение, оно у всех, в всех методиках одинаковое. Это единственное, что мы можем сделать, это шевелить носом. Благодаря этому упражнению нос становится чуть-чуть меньше, аккуратнее, форму носа вы не измените. Ну и, видимо, подтянуть вы это имейте в виду, чтобы посадить его как бы на место. Что мы делаем? Мы просто толкаем нос вниз. Как правило, здесь напрягается, поэтому мы пальцы укладываем, чтобы эту зону расслабить. И толкаем нос вниз. Если не получается, попробуйте еще нижнюю губу, ну-ка, по верхней губой. Помогите себе немножко верхней губой. Вообще, просто напрягайте хорошо вот здесь вот, и в какой-то момент он заработает. То есть он именно начнет двигаться. То есть здесь работает вот эта мышца просто для того, чтобы вы держали нос на месте. То есть он не стекал вниз. Плюс, когда мы делаем вот это упражнение, когда поднимаем внутренние уголки бровей вверх, у нас работает мышца гордецов. Она является антагонистой пирамидальной мышцы носа. И когда она приходит в тонус, немножко нос тоже становится на место. То есть вот, чтобы вернуть его на место, нужно обязательно делать вот это упражнение. То есть поднимать внутренние уголки бровей вверх, работать мышцы гордецов. Немножко, когда вот кто делает, те знают, да, она когда вот работает эта мышца, чуть-чуть кончик носа аж затягивает. Такое ощущение, что нос тянется. Это нормально. Как антагонист, как мышца антагонист, она подтягивает мышцы носа. И укрепляет мышцы носа, не давать им стекать вниз. Вот через вот это упражнение. Света, когда я тяну скулы за кожей, еще стянется кожа под глазами, очень тонкая. Я неправильно что-то делаю. Да, Света, вы что-то неправильно делаете. Сейчас мы покажем вам обязательно вытяжение. Татьяна спрашивает, как сохранить верхние века обвисания. Татьяна, сохранить верхние века, это обязательно прорабатывать лобную мышцу. Брови – это место соединения двух мышц. Когда лобная мышца теряет тонус, брови начинают стекать вниз, и появляется нависание верхнего века. То есть проработкой верхнего века вы не уберете обвисание ни в коем случае. Вы просто укрепите эту зону. Для того, чтобы распахнуть верхнее веко и убрать подвисание, нужно обязательно поднимать брови, делать вот это вот упражнение. И здесь важно брови поднимать полностью. То есть, чтобы поднимались не только внутренние уголки, чаще делают это внутренними уголками, внешние, то есть бровная туга должна подниматься полностью обязательно, вот это важно. Чтобы брови поднимались полностью, внешние тоже должны двигаться, вот это подтянет ваш верхний век. Теперь, Светлана, я поняла, давайте вытяжение скул для вас и все тоже поделайте, это хорошая штука. Как мы делаем правильное вытяжение? Мы тянем мышцу от места жесткой фиксации. Вы, видно, сильно много захватываете, начинаете тянуть верхнее веко, это неправильно, поэтому давайте его разучим правильно. Рот мягкий, большие пальцы вот так вот укладываем, укладываем под скулы, с одной и с другой стороны, оставшимися пальцами берем себя за рот. Делаем вдох, на вдохе поднимаем взгляд вверх, на выдохе тянем скулы вниз и в центр, вот такое вот натяжение делаем, да, не вниз, а именно вниз и в центр, мышцу не перекручиваем, не заламываем. Как она у нас расположена, вот так вот мы ее вытягиваем. Вы должны почувствовать вот здесь натяжение, все, вы почувствовали вот здесь натяжение и держим его, дальше не растягиваем ни кожу, ни рот, ничего не растягиваем, да, то есть вот не вытягиваем. Потянули, вот здесь вот почувствовали натяжение, подержите и захватывайте, сейчас покажу, вот, то есть не вот здесь, вот это не делаем, за рот, вы себя берете за рот, вдох и выдох, и убрала, все, то есть рот не растягиваем. Вот здесь вот чуть-чуть натяжение, тут нам доступен не такой же большой кусок, дальше уже мышцы в рот плетаются, то есть вот здесь почувствовали натяжение, вот скуловые кости держим, за задний хватайте себя ни в коем случае, вот здесь вот ничего, то есть вы себя за рот. Рот, вам, чтобы вы хорошо взялись, рот расслаблено, вы за него беретесь, вот здесь вот натяжения этого достаточно, вот так вот вы вытягиваете скуловые мышцы, не растягивая кожу, вот это правильная техника, это я делаю, вы понимаете, по 20 раз в день, поэтому ничего себе не растянуло, и вы тоже не растянете. У вас волосы сзади поднимались, я, что это за упражнение? Вер. Это не, это, дело в том, что у меня уже включенные мышцы, у вас тоже будут подниматься, когда будете делать, в какой-то момент заметите. То есть у меня двигается сзади вот так вот затылок, лобная мышца, это, и затылок, это одна мышца, лобно-затылочная. То есть вот здесь вот у нас сухожильный шлем, он считается местом жесткой фиксации, это не кофе, но тем не менее, это место жесткой фиксации. И когда хорошо включается лоб, начинает двигаться тоже затылок. Когда он двигается, на самом деле это хорошо. И межбровка тоже, когда я делаю, у меня включается затылок. Это просто включенные мышцы, у вас тоже они тут двигаются, это нормально. Главное, чтобы затылок не напрягался, то есть то, что он двигается, это хорошо. Волосы лучше расти будут, кровообращение там будет лучше. Вот, есть. Вроде все рассказала, да? Лена, как убрать вертикальные морщины над верхней губой? Леночка, это надо разучивать упражнение, есть у нас такая рыбка, это надо разучивать, надо его показывать. Я его сейчас не успею показать, потому что уже мало времени, я организаторам пообещала, что я закончу до 20. Вот, нашему ведущему я пообещала, вернее. Поэтому это надо разучивать, то есть есть упражнение, конечно. Так, Света, напишите мне, вам понятно про скулы? Потому что так и делала, кожа тонкая. Ага, вот. Ну, не-не, вы захватываете. Не-не, если понятно, то вот так вот мы делаем. Девочки, все, кто делает вытяжение, запомните, пожалуйста, неважно, какое вытяжение вы делаете. Вы делаете верхнюю губу, вы делаете щеки, вы делаете лоб, межбровку. Вы тянете мышцу, не кожу. Вы почувствовали натяжение? Вот, неважно, в какой зоне. Здесь вот, да, вы почувствуете натяжение? Вот я показывала сегодня, не помню, я, прощу прощения, не помню, как вас зовут, но я для вас показывала сегодня вытяжение. Вы потянули и задержались. Просто держите, дальше кожу не растягивайте себе. Натянула по кости. Держим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, убрала. Все, достаточно. Римма. После 50 можно что-то изменить на лице Римма? Конечно, можно, и, поверьте, у вас будут хорошие, заметные результаты, потому что очень много дам, с которыми я работаю. И 60 лет, и 65 лет есть у меня, и 50. Все это. У вас будет, конечно же, дольше мышцы включаться, вы с вами сами это должны понимать, но зато результат у вас будет более заметный. Можно, поверьте мне, можно. Делаем и работаем. И много достаточно, у меня большой опыт работы с такими, да, взрослыми, и хороший результат мы получаем. Так, есть. Что еще, девочки, что еще рассказать? Я начала вам показывать, напоминать упражнения. Да, помните, надавливаем попеременно над верхними и под нижними зубами, давим в кость, кончики языка напрягаем, вот здесь напряжение, губы расслаблены. Напряжение подъездочное. Это одно упражнение. И второе. Язык, как лопату, поднимайте вверх полностью, к верхнему нему. Не получается полностью или как лопату, поднимайте корень языка. Потеряли движение? Глотните. У вас здесь все затянется. Потом вы это же пробуете делать, уже не глотая слюну, а просто осознанно напрягая язык. Он начнет двигаться постепенно, должен печь. Вот эти упражнения делаем, да, на подъязычную мышцу. Я их очень люблю, вот действительно можно к зеркалу не привязываться. Потом мы тянемся подбородком вперед, через напряжение передней поверхности шеи. Затем мы в воздухе рисуем полукруг от одного клеща к другому. Девочки, прорабатывайте платизму, шея будет меняться. Шея, кстати, очень быстро включается. Вот действительно, шея как лоп. Лоп достаточно быстро включается и шея. Буквально 2-3 недели, и вы уже чувствуете, какая она плотная становится, упругая. А потом и залома начинает потихонечку, как будто бы кто-то медленно-медленно проводит утюгом. То есть вот разглаживаются. Заломы разглаживаются, обязательно шею делайте. Я вас очень прошу, вы почувствуете. Тем более она быстро реагирует, ее приятно делать на самом деле. Так, Вера, второй месяц знает о судьбе, с ней сегодня зашевелила ушами, пишет, что здесь умница. Вот что я могу сказать. Верочка, теперь следующий момент. Вы достаточно такой возраст большой, поэтому аккуратнее насчет ушей. Старайтесь два раза в день, не надо каждый час, потому что может вечером развалиться голова. Кто постарше, дамы, с кем я работаю, вот вашего возраста, я обязательно контролирую, потому что начинаю мучать ушки. Вы зашевелили и старайтесь, ну, утром, вечером нормально достаточно. Вот просто, ну, когда уже хорошо будете напрягать сами уши, будете хоть действительно каждый час шевелить, когда вы хорошо именно включите ушную мышцу. Именно будете напрягать ушные мышцы, не подключая ни затылок, ни шею, ничего. А вот тогда шевелите чаще. Пока не надо часто, чтобы вечером голова не развалилась, это может привести к мигреню. Я вас не пугаю, я вас предупреждаю. Так, ну все, девочки, вроде все успела вам рассказать, все объяснила. Делайте шею, всем красивых лиц. Буду еще проводить вебинары, покупайте видео, делайте вместе с видео, вместе с Женей. Ну, все вроде, все вам рассказала. Спасибо вам большое за вопросы. Я теперь уже... Вот, кстати, ссылка у вас появилась на наш фейсбюзинг, Евгений Баглик. Я же говорю, очень мне понравилось то, что Женя здесь начинает с низа упражнения. Очень правильно. Шею нужно делать. Шея красивая, шея красивое лицо. И осанку. Укрепляя шею, вы делаете... И осанку себе делаете.